Приветствую вас! Несколько сумбурно у вас получился вопрос, несколько сумбурно получился текст. Вот. Смещали вы, на мой взгляд, несколько проблем в одну. Вот. Чего делать не рекомендуется, потому что и первая проблема, первый вопрос серьезный, а тут еще и второй прибавляется. Вот. Давайте мы с вами сразу отделим. Значит, принятие себя. Это одно. Убеждение в том, что вы недостойны любви. Это другое. Хотя и, как бы, оно свято. Но это все еще разные аспекты. Лишний вес. Это третье. Это желание себя защитить. Это желание отградиться. Этого, что вы не чувствуете себя в безопасности. Вот. И, женственность, женская модель поведения, это совсем другое. То есть, это разные аспекты, с которыми нужно отдельно работать. Если с этим отдельно работать, то в итоге все вместе получится та личность, которой вы, собственно говоря, являетесь. Дальше. Дело в том, пишите вы, что я не чувствую себя, не чувствую свою женственность. Не чувствую себя женщиной. Вы не чувствуете себя женщиной. Почему? Потому что вы знаете заранее, какой есть женский образ и, скорее всего, считаете, что вы не он, вы не такая. Вы хуже. Все. Приехали. То есть, грубо говоря, грубо говоря, вы отрицаете в себе любое проявление женственности, потому что сравниваете себя с неким эталоном женственности и понимаете, что он этот самый эталон недосягаемый. Либо вы считаете, что женственность вообще очень плохо, очень грязно и вообще неестественно для женщины. И вот здесь мы подходим к самому важному, на мой взгляд, моменту. Дело в том, что вы пишите, что у вас нет отца, вы росли без отца, только с мамой и бабочкой. И совершенно очевидно, что мама с вами женщиной быть не могла. Ну, на полную. А мужчины у нее не было. И, соответственно, вы видели свою мать только в качестве матери и в качестве человека. Но в качестве женщины вы ее не видели, как не видели вы и бабочку. Именно поэтому любая женственность вам кажется неестественной. Вот в глубине вас сидит убеждение, что женщина не должна быть сексуальной, не должна быть красивой, не должна, ну, вести себя как-то вызывающе, не должна быть привлекательной, ну, сексуальной и так далее. А все же ваш личный вес, по сути. То есть не было в детстве мужчины, который бы определил вас как женщина. Именно отец для девочки является первичным мужским образом. То есть тем образом мужчины, перед которым она хочет быть женщиной. Это нормальный процесс. Это первое. Второе. У вас, у самой отсутствует модель женского поведения. Какую женщину вы считаете идеалом? Ваша мать не идеал. Какую женщину вы не считаете идеалом? Нельзя чувствовать себя женщиной, нельзя чувствовать свою женственность, если у вас нет идеалов женского поведения. Хотя бы в сознании, хотя бы в голове, хотя бы в воображении. Если этого нет, то из-за того, что у вас не будет. В норме это происходит, когда девочка учится у своей мамы, которая в свою очередь ведет себя как женщина со своим папой. У вас этого не было, соответственно, вот. Эталон женского поведения нужно найти и его прививать к себе. Дальше. Детство особо не помню события. Ну, тут, может быть, вычислили, скорее всего. Может быть, действительно, вам это не нужно. Сколько лет вам бы не пишите. Если смотреть на мое отношение к маме, уже умершей, но на отношения в прошлом, то я не приемлю смотреть на нее, на ее интимные места. Мне все-таки противно. А с чем связано? Противно. Противно. А почему против противно? Вы говорите, точно стыдно. Почему? Что значит стыдно? Стыдно это значит, что так быть не должно. Стыдно это значит, что это неправильно. Но почему? С чего вы решились? Так неправильно. Это нужно исследовать, эта установка. Хотя мама сама передо мной таком раздевалась. Может быть, она индуитивно, подсознательно внушала вам идею о том, что любое проявление сексуальности, женственности, это плохо, ведь сама тогда была без мужчин. Дальше. Я не приемлю раздеваться перед женщинами, перед бабочкой, например. А вот что значит не приемлю? То есть почему не приемлю тебя? На что вы опираетесь? Какие у вас остановки? Как нужно исследовать? Дальше. Причем могу выглядеть? Выглядеть ужасно, толстая и некрасивая. Такая я и есть. В этом мы переходим уже от женственности к вашему внешнему виду. У меня проблема с лишним весом и с отношением к себе. Такой у меня вопрос к вам, Наталья. У вас проблема с женственностью или с лишним весом и отношением к себе? Какая проблема с лишним весом? Что вы заедаете? Заедает, как правило, вот либо потребность любви, то есть непринятие себя, либо, соответственно, страх близости и... Сейчас... Желание отгородиться, как я уже говорил. Мы со мной заигрываем все равно, то и дело склоняясь к интенсивной близости, но у меня желания нет никакого. Как будто лень. Опять же. У вас не лень. Вы пишите... Значит... Сам процесс секса, кажется, грязный. Вот. Откуда эта остановка? Не от мамы или случайно? Он какой-то механический, да? Если я вдруг так дошла, значит, на год не хочу больше начинать. Ну, это нужно исследовать. Что-то оно не так. А... Ну, в принципе, я сказал в общих чертах, что там не так. Как найти в себе женщину? Я уже изм... Не в себе женщину нужно искать, а... Вовне образ. Я уже измучилась. От чего вы измучились? То есть... Ну, от чего вы измучились? Если вам просто не хочется секса и... В чём конкретно мучения? В чём конкретно страдания? Из-за чего они? То есть, что не так, как вы считаете должно быть? У меня такое ощущение, что вы... Знаете, как у вас вот... Ну... Словно говоря, такое, знаете, взаимоисключающая идёт тенденция. Вот. То есть... Я должна быть, значит, женщиной, пишите вы. Но в то же время, секс я считаю очень интегрязным. Не модель женщины быть женщиной, если она считает секс грязным. Потому что женственность... Одно из проявлений женственности это секс. Если... 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 Да, и секс, это естественное развитие женственности. Если секс вам скажет грязным, то и женщиной вы быть не можете. Если женщина вам найти... Жен�lessness, так так сказать, вам сложнее, то легче определить, почему секс вы считаете грязным, опять же То есть, недопустимым. Вот. На основании чего и так далее. Вот это нужно исследовать. Чувствую себя ужасно, от чего, не знаю, что делать, чтобы что. Ну, наверное, как найти в себе женщину. Почему вы делаете запрос, как найти в себе женщину, при этом имея проблемы с личным весом и с отношением к себе? Странно, вот у вас тут не связано на этот вопрос. То есть, сперва лишний вес, отношение к себе, потом всё остальное. У меня нет депрессии, я знаю, это у меня хорошая жизнь. Звучит, звучит как, знаете, как что-то такого для галочки сказалось. Ну, внутри меня, ну, внутри что-то меня убивает, словно огромная дыра в груди и болит. И вообще, я походе недостанно люблю всех, кого я любил, и меня отвергли. А как же ваш муж? Вы его не любите? Отвергли вас, потому что вы себя отвергаете. И любите вы тех, кто вас отвергнет. Вот. Потому что чувство любви здесь не совсем любовь, а именно, как бы, перенос на объекты любви тех качеств, которые вы хотите видеть в себе. Поэтому вас отвергали. То есть, вот опять же, это, это, а любви вообще можно быть достойной, Наталья, вы считаете? То есть, вот, как у вас это, вот, какие у вас представления любви? Как можно быть достойной любви? То есть, если вас отвергали все, кого вы любите, значит, ну, значит, вы не любили. Потому что любовь, это не преотверженно. Любовь, это про отдачу. А вы говорите про то, что через любви вы, через любовь вы хотите что-то получить для себя. Да. Это разные вещи. На этом деле. Вот. И опять же, я повторю, две свои мечтают все в кучу. Вот. Вот, в принципе, в принципе, так. В принципе, так. Я думаю, вам, у вас есть ряд проблем, которые вам необходимо решать вместе с психологом. Потому что и проблема женственности, и проблема принятия в себя, это не те вопросы, которые можно вот так вот общим ответом разобрать. К сожалению. Вот. То есть, если вы хотите, вот, то выбирайте себе психолог и начинайте работать по тем аспектам, которые я выделил. Вот. Ну, очевидно, что сейчас вам искать себе женщину не имеет смысла, потому что вы боитесь близости, вы не полагаетесь на интуицию в своём поведении. А вы себя не принимаете, и у вас остановка, что секс грязный. Вообще. Вот. Ну, как бы, не с того вы начинаете, в общем. То есть, поставьте себе на дело, вот, первоочерёдная, вот, задача, да, тут. Какую задачу нужно в первую очередь решать? В первую очередь, это вопрос принятия себя и лишнего веса. Это помрёт достоинства-недостоинства любви. А дальше уже всё, всё остальное будет. Пойдёт, в том числе, пойдёт само, ну, само, само собой. Вот. Понимаете? Такая штука. Вот. Вот. В принципе, так вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад за ночь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!